19 января воспоминания о крещении Господа нашего Иисуса Христа по уже сложившейся многолетней традиции от храма Рождества Христова к реке Кубань прошел крестный ход. По окончанию Божественной Литургии под праздничный колокольный звон духовенство и многочисленное количество прихожан вышли из храма. Этот крестный ход как бы отправляет нас в то время, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан принять крещение от Иоанна Предтечи. И, конечно, красивый, торжественный, величественный напев тропаря. В этом песнопении весь смысл праздника Богоявления и самого события, произошедшего на Иордане, где открылась тайна Святой Троицы. Бог един, но Он есть в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Несмотря на утренний дождь и пасмурную погоду, каждый смог ощутить в сердце огромную радость праздника. И как знак Божьей милости во время молебна из-за туч выглянуло солнце, стало по-настоящему празднично и светло. После совершения молебна и молитвы на великое освящение воды, троекратного погружения креста в воду, состоялось освящение вод реки Кубань, а затем окропление верующих святой водой. На берегу собралось немало желающих окунуться в реку в специально отведенном и обустроенном для этого месте, при соблюдении мер безопасности и под наблюдением сотрудников МЧС. А после согреться горячим чаем на травах, угоститься пирогами, сладкими вафлями и посетить ярмарку мастеров-реместренников. Много людей пришло в этот день в храм для того, чтобы осветить воду и принести в свои дома святыню – Великую Агиасму. Важно помнить, что в этот день главное не вода, а Бог. И приходя на праздничное богослужение в храм, мы прежде всего идем на встречу с Богом, прославить Господа и поблагодарить Его за то, что в этот день освящает естество вод и за благодать, данную нам. И слава Богу, что у нас есть такие праздники, которые все-таки возвращают людей хотя бы через святую воду к источнику нашего спасения, к Господу нашему Иисусу Христу. Ходите в храмы Божии, каждое воскресенье посещайте церковь, дома молитесь и, конечно, читайте Святое Евангелие. Пусть Господь помогает вам в этом святом и добром деле. Аминь.